Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас на канале Бельканту. Меня зовут Елена Корнелеса-Сысоева. Я оперная и концертная певица и хранитель традиций старой итальянской вокальной школы по линии Милоки и Дельмонека. Я отвечаю на вопрос о высокой позиции. Вопрос был сформулирован так. А что такое высокая позиция по моему мнению? И вообще, как она делается? И почему о ней такой разговор идет? Я бы сказала, что в обычной системе понимания высокой позиции это некая такая вот секретная терминология, которая понятна только между определенными людьми. и она появляется только в том случае, если певец случайно попал вот туда, куда он попал, и вот там вот вдруг он почувствовал, что а, вот это высокая позиция звука. И почему-то эту позицию нужно поддерживать нижними мышцами живота и говорить, что это дыхание, хотя там дыхания нет. Там нет воздуха. Там есть мышцы, которые связаны с дыхательными мышцами. И, на мой взгляд, вся эта конструкция работает на электромагнетизме наших мышц и других структур, которые есть в организме. Потому что, если правильно петь вот именно задачу высокая позиция и поддержка нижней части живота, это всё дело мышцами, то там такая скорость реакции, что ничем иным, как электромагнитным импульсом я не могу объяснить. И вообще наш организм, он же мышцы вырабатывает электричеством. И я много раз ученикам показывала, как мышцы работают. Вот они медленно напрягаются, а вот они быстро. и от этого зависит высота ноты очень часто. Да, о позиции. То есть, в принципе, в традиционной терминологии высокая позиция это где-то там, это где-то там далеко. И вот оттуда нужно, так сказать, извлечь какой-то звук, который вот, и все звуки должны быть там. и чтобы найти эту высокую позицию, это просто мучение, потому что тык-тык-тык-тык-тык все тыкается, да. В всяком случае, я это видела много-много-много раз в своей жизни и на себе тоже испытывала, и у других это видела. И если там счастливчику получалось попасть туда, а, и он уже знал, что такое терминология. У меня выработана абсолютно другая система попадания туда же, и попадают туда все. То есть не просто много званых, мало избранных, а вот много званых и все избранные, только нужно иметь терпение. И я это делаю за счет согласной. Потому что если правильно выбрать в упражнении согласную, которая сгласной в комбинации, еще и имеет естественную связь с мышцами дыхания, то есть должно быть комплексное, тогда позиция, она формируется правильно здесь. И она звучит наверху, но внимание как бы нужно знать причину, а не следствие. Следствие само должно быть. И при системе, которую я даю, у меня нет желания каждую ноту тыкать и говорить вот это, вот это, вот это, нет. Во время упражнений вырабатывается конструкция работы дыхательных мышц, соединенных правильно со смыканием голосовых связок, с согласными и с правильными резонаторами. и гласные и чаще всего сначала и согласные они выводят организм в ощущение высокой позиции и правильное положение языка. То есть когда это все несколько, скажем, некоторое время пропивается, пропивается, то существует стойкое физическое ощущение, что это высокая позиция. И потом с ней по желанию своей воли можно с этой позиции работать дальше, потому что организм реагирует на мысль, организм реагирует на желание, которое не гипертрофировано, а очень естественно. То есть это опять мыслительный процесс должен быть правильный во время пения. Поэтому я понимаю о чем говорят высокая позиция, но я считаю все равно, что это немножко уже не для начинающих лицов говорят, во-первых, а во-вторых, насчет поддержки звука я тоже сомневаюсь, что там дыхание, там нет дыхания, там мышцы, которые связаны с дыхательными мышцами, низ живота подтягивается и ребра расширяются. Значит нужно правильно реагировать мышцами, потому что там воздуха нет, низ живота там нет воздуха. Поэтому эта терминология она должна быть сначала прочувствована. То есть просто пониманием это не взять. Это вырабатывается упражнениями и вот столько раз с помощью в основном педагога туда можно попасть и потом человек сам понимает это высокая позиция. Да, но высокая позиция может быть и там. Я делаю высокую позицию. Иногда я пользуюсь венгерскими упражнениями для такой более легкой колоратуры для России. Но если это в верде, если это веризм, то всё-таки это место оно спасает и оно имеет свою комбинацию управления одновременно высокой позиции, потому что звук должен быть одновременно глубок, близок и высок. Должна быть глубина в звуке, вот звук родился, и должна быть глубина, высота и близость. И просто высокая позиция она как бы ну не то, что ещё надо. Высокая позиция может быть если правильная глубина. Есть очень часто думают вот эта глубина, но она на самом деле не в горле находится, а по задней стенке. Там есть глубина в эту сторону, глубина туда. Глубина вовнутрь делает язык, а внимание должно быть вот в ту глубину, тогда не будет матового звука. И вот какая-то высокая должна быть в звуке глубина, близость и высота. Высота это высокая позиция. Высокая позиция это чтобы в нижней челюсти ничего не звучало. То есть каким образом нужно голос воспитать, чтобы всё звучало в верхней челюсти назад. Согласные здесь, гласные там, можно гласные сюда и например вывести сначала но потом оно всё должно касаться точки по задней стенке гортани. Поэтому высокую позицию я не люблю объяснять термином. Я люблю сначала сделать навык, а потом сказать это высокая позиция. Это постепенно. Сначала должно тело прочувствовать, а вот это правильное звучание без классификации, а потом тоже только классифицировать. Это как дети учат язык. Они сначала учатся говорить, а потом анализируют правописание и так далее. В вокале тоже сначала нужно учиться, а потом уже анализировать уже из собственного опыта. Работая собственным опытом. поэтому я очень люблю любые произведения работать, пропевать, впевать на и, и некоторые согласные, которые вот р-р-р-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр это как раз дает активную работу, которую можно привлечь в пение согласно и постепенно формируется правильная высокая позиция. Дело в том, что высокая позиция звука сама по себе, она не всегда дает правильный тембр, потому что другие соединительные моменты должны быть. А когда, вот я люблю, когда сразу всё, да, и высокая позиция, и правильное дыхание, и правильное смыкание голосовых связок. И поэтому всё-таки я считаю очень важно петь между языком и нюбом в начале, чтобы здесь почувствовать, что ага, здесь формируется этот резонансный ветер, который может лететь. И тогда любой, даже самый большой голос, он будет быстрого резонанса, а не медленного и проседающего резонанса в горло с подъездами, например. Если голос подъезжает к нотам, значит, медленный резонанс, значит, связки смыкаются неправильно. Вот такое моё объяснение по поводу о понятии, о фразе, о понимании фразы высокая позиция звука. Всего доброго, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok